И к другим темам выпуска. Бийские школьники теперь знают, как получают наналмазы и целлюлозу, как работает 3D-принтер и на что способен жидкий азот. На один день двери самого засекреченного учреждения Бийска оказались открытыми для участников фестиваля науки. Вместе со школьниками на экскурсии в Эпхэт побывала наша съемочная группа. Слово Ирине Дубицкой. Попасть на территорию Федерального научно-производственного центра Алтая, а уж тем более побывать в лаборатории одного из самых закрытых институтов страны, посторонним, конечно, невозможно. А вот для 40 бийских школьников экскурсия оказалась реальной. Эти ребята – отличники, исследователи, победители различных конкурсов и олимпиад. Сегодня одаренные дети участвуют в фестивале науки – мероприятие общероссийского масштаба. У нас в Бийске фестиваль проходит в рамках проекта депутата Государственной Думы Александра Прокопьева «Молодые ученые Наукограда». Как-то заинтересовать школьников целью является – показать науку в простых доступных формах. Сначала три 15-минутных лекции, потом самые интересные экскурсии по лабораториям. В этих стенах проводятся исследования в области экологии, пожаротушения и даже разработки по антитеррористическим программам. Несмотря на закрытость информации, школьников есть чем удивить. В руках у девушки срезанная роза, на столе в емкости – жидкий азот. Надо подержать некоторое время. При замерзании живых организмов происходит замораживание жидкости, которая садится в клетках. При этом лед разрывает живые клетки и, к сожалению, невозможно заморозить живое существо, типа человека, чтобы он остался после разморозки, так сказать, живым обратно. Невозможно. Остекленевшая роза вызывает восторг в основном и участниц фестиваля. А вот парней в большей степени заинтересовала другая лаборатория. Здесь в результате взрыва на свет рождаются наноалмазы. Здесь получают наноалмазы, взрывы, карбиды, различные твердые соединения, которые, в принципе, другими процессами получить довольно сложно. Процесс дорогой, конечно, взрывом получать, но и существующий, хотя бы самый дешевый. Еще одна лаборатория и еще одно чудо последнего десятилетия – 3D-принтер. Техника выдает не изображение, а объемный предмет. Пластмассовую медаль с аббревиатурой института получил в подарок каждый школьник. А за стеной другое колдовство. Здесь получают целлюлозу, не из древесины, а из травы. Поразило то, что не только из дерева можно делать целлюлозу, можно и из травы, из отходов делать. Почти три часа длилась экскурсия по лабораториям секретного института. Она стала финальным мероприятием в праздновании фестиваля науки в Бийске. Ирина Дубицкая, Иван Зяблицкий, Новости ОТН.